Библиотека имени Фёдора Абрамова предлагает вашему вниманию небольшую историческую лекцию о самом масштабном российском царе. Масштабном во всех смыслах этого слова. Наверное, все знают, что Пётр I был человеком немалого роста, а слава о его делах дошла до наших дней. Давайте поговорим о человеке, прорубившем окно в Европу. Возможно, некоторые факты из жизни Петра Алексеевича Романова окажутся для вас новыми. Родители будущего императора были правившие в те годы царь Алексей Михайлович Романов и его вторая жена Наталья Кирилловна Нарышкина. Пётр I родился 9 июня 1672 года. Пётр был 14-м ребёнком, что, впрочем, не помешало ему впоследствии занять русский престол. Старшие сыновья царя умерли. Фёдор Алексеевич правил только в течение шести лет, а Иоанн Алексеевич в будущем стал лишь соправителем Петра. После смерти отца мальчик жил в подмосковном селе Преображенское, где играл в солдатиков, командовал состоявшими из сверстников потешными войсками и изучал грамоту, военное дело и историю. Вместе со сверстниками создал потешное войско для военных игр, где сам служил барабанщиком. Петровские войска назывались потешными вовсе не потому, что развлекали юного царя, просто они находились за городом, в деревнях, куда цари со свитой выезжали на летние каникулы. Поэтому деревни эти называли потешными, как и игровую армию юного государя. Со временем потешных полков становилось все больше. Сначала в войско набирали ребят из дворцовых сел Преображенского и Семеновского, а потом стали брать в солдаты и взрослых людей. Первыми в Петровскую потешную армию вступил конюх Сергей Бухвостов. Петр прозвал его первым российским солдатом. В 1685 году в селе Преображенском построили городок-крепость под названием Прессбург. Потешные войска разыгрывали штурм крепости и проводили другие военные операции. Появились пушки и пушкари, собственные корабли. В итоге из шуточного войска для игр получилась самая настоящая армия с хорошо обученными солдатами. Корабельных дел мастер. Будучи 12-летним мальчиком, Петр вместе с братом обнаружил в амбаре царской резиденции старый английский ботик – парусную лодку. Юный Петр I поручил восстановить судно и пустил его на воду. Так было положено начало потешной флотилии, из которой позднее вырос и русский флот. Когда Петру I было 17 лет, он начал учиться строить корабли на Переяславском озере. Учителями юного царя стали голландский мастер Тиммерман и русский мастер Карцев. Молодой Петр I работал в полную силу. Трудился корабельным плотником, рубил бревна, строгал доски, буквально строил суда своими руками. Позднее он отправился в Голландию, которая тогда славилась корабельными мастерами и обучался строительству кораблей там. Тоже в качестве плотника на верфях. А еще он окончил курсы кораблестроения и смог сам придумывать и проектировать суда. В 1697 году в Европу отправились российские послы, чтобы договориться о дружбе и военной помощи с другими странами. Назвали это Великое посольство. Потому что возглавили эту поездку очень важные люди, помощники царя. Франц Яковлевич Лефорт, Федор Алексеевич Головин и Прокофий Богданович Возницын. Вместе с послами поехало 250 человек. Переводчики, офицеры, повара, слуги, лекари и так далее. И сам царь Петр тоже оказался в их числе. Только поехал он тайно, переодевшись в обычного военного и взяв имя Петр Михайлов. В первое время царь под видом простого рабочего учился мастерству корабельщика в Амстердаме. С топором в руках он плотничал, строил суда. Однако личность Петра I была все же раскрыта, и царю пришлось продолжить путешествие уже под собственным именем. В Голландии Петр I проработал 4 месяца и остался недоволен мастерством рабочих в кораблестроении. Поэтому в 1698 году он отправился в Англию на изучение процветающей корабельной архитектуры. Король Англии встретил Петра с почестями и подарил ему свою лучшую яхту. Также царь побывал в Королевском обществе наук и перебрался на верфь в город Дептфорд, чтобы из простого плотника стать ученым-мастером. Петр I пробыл в Европе полтора года и посетил Голландию, Англию, Австрию, Саксонию и другие страны. За время путешествия он видел войска, города и села, учился на голландских верфях мастерству корабельщика, принимал участие в дипломатических переговорах, посещал дворы европейских правителей. Так царь познакомился с европейской жизнью и начал обдумывать реформы в России. 27 мая 1703 года в устье реки Невы на Зайчьем острове была заложена крепость, а уже к концу лета появились земляные валы с деревянными укреплениями. План будущей крепости начертил сам Петр I. Именно с этого места и началась история города Санкт-Петербурга. Та крепость спустя несколько лет была названа Петропавловской по названию ее главного собора имени апостолов Петра и Павла. Первыми зданиями Петербурга стали домик Петра и огромный дом Меньшикова на Васильевском острове, а первыми улицами Большая и Малая Дворянские, Посадская и другие. Всего за несколько лет вокруг крепости на Неве вырос город Санкт-Петербург, город мостов, дворцов, музеев и парков. Первые годы главной частью города являлся городской, ранее Петроградский остров. Здесь находились служебные здания, ремесленные села и воинские части. Соединял городской остров и Петропавловскую крепость Подъемный мост. Позже начал застраиваться левый берег реки Невы. Там построили Зимний дворец, Летний дворец Петра I и Летний сад. Спустя 9 лет после основания, в 1712 году Санкт-Петербург стал столицей России, а в 1713 году сюда приехал и Сенат. Это князья и бояре, которые помогали царю управлять государством. Так, при Петре I Санкт-Петербург стал столицей Российской империи. Полтавская битва. Это самая крупная битва между русскими войсками и шведской армией Карла XII. Утром 8 июля, 27 июня по старому стилю, 1709 года, недалеко от города Полтавы, который тогда входил в состав российского государства, шведский король Карл XII пошел с боем на Россию, думая, что сможет завоевать такую большую страну. До этого похода Карл XII всегда побеждал и думал, что завершит эту войну до конца года. Но 9 июля 1709 года у деревни Лесной состоялось сражение, в котором победила русская армия. Шведы тогда потеряли большую часть своих воинов, провизии и боеприпасов. И они не смогли восполнить свои потери, так как Петр I со своей армией преградил все дороги. В итоге армия короля Карла XII была разгромлена и не могла продолжать сражение. Победа русских над шведами имела огромное значение в истории. Они писали такие поэты, как Ломоносов, Пушкин, Бродский и многие другие. В русском языке появились крылатые фразы, связанные с этим событием. Например, «Пропал, как швед под Полтавой». И в честь победы в Полтавской битве 10 июля в России отмечается День воинской славы. Александр Сергеевич Пушкин в своей поэме «Медный всадник» так описал мысли Петра I о строительстве Санкт-Петербурга. «И думал он, отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен на злонадменному соседу. Природой нам здесь суждено в Европу прорубить окно, Ногою твердость стать при море, Сюда, по новым им волнам, Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе». Слова поэта стали широко известными, И город Санкт-Петербург стали называть «окном в Европу». А о Петре I говорить «он прорубил окно в Европу». Это означает, что царь Петр открыл пути для общения, Торговли и сотрудничества с европейскими странами С помощью строительства северной столицы Санкт-Петербурга. Петр I мечтал наладить общение с европейскими торговцами, Чтобы ввозить товары из-за границы, Отправлять способных учеников на обучение И перенимать опыт европейских мастеров. А также России нужны были новые выходы к морю, Чтобы открыть путь к другим странам И расположить свой флот в Балтии. Все это стало возможным именно с появлением Санкт-Петербурга. При Петре он стал главным городом Российской империи. И от него были построены дороги к Нижнему Новгороду, Риге, Москве, а также гостиные дворы, таможни и биржи. Петр I прославился своими реформами, То есть законами, которые изменили жизнь страны и народа И сделали Россию более современным и сильным государством. Известно, что Петр был очень образованным и талантливым военачальником. С 1686 года ему пришлось много сражаться с Турцией за то, Чтобы освободить пути к морю для России. В результате азовских походов 1695-1696 годов Россия отвоевала берега Азовского моря. В Долгой Северной войне длилась она с 1700 по 1721 год. Петр I добился полной победы. Получил выход к Балтийскому морю, Что дало возможность общаться напрямую с западными странами. После персидского похода 1722-1723 годы Царь отвоевал западное побережье Каспийского моря, А также города Дербент и Баку. Поэтому в жизни Петр уделял много внимания армию и флоту. И за долгие годы Северной войны он создал свою постоянную армию и флот. А в 1698 году царь учредил премию Орден Святого Андрея Первозванного, Которым он награждал своих лучших генералов. Петр I также много сделал для культуры и образования. При нем появилось много школ, которых раньше в России не было. И дети из разных сословий получили возможность учиться грамоте, Математике, инженерным наукам. В Москве Петр Алексеевич основал Пушкарскую школу, Школу математических и навигацких наук, Медико-хирургическую школу. Открыл первый русский театр. В Санкт-Петербурге появилась Морская академия, Инженерная и артиллерийская школы, Школы переводчиков. Открыт первый русский музей, Консткамера с публичной библиотекой. А в 1724 году в Санкт-Петербурге была создана Академия наук, Идею которой также выдвинул Петр Первый. Также по указу Петра Первого проводились различные экспедиции. Исследователи отправлялись в Среднюю Азию, на Дальний Восток, в Сибирь, Благодаря чему в школах начали изучать географию страны и всего мира. Россия начала меняться после того, как Петр Первый вернулся из Великого посольства. 20 декабря 1699 года царь подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносит празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. Так в России, как и в Европе, годы в календаре стали считать от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Получилось, что после указа Петра в России наступил Первый Новый год по-новому. И 1 января начался 1700 год от Рождества Христова. Не всем пришлась по душе такая реформа, ведь люди уже отпраздновали Новый год в сентябре и привыкли к такому порядку. Но Петр Первый считал, что для общения с другими странами различие дат в календарях будет мешать. Также 1 января 1700 года Петр внедрил и новогодние традиции, которые сейчас многим знакомы. Люди начали украшать дома, ставить елку и обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Елки в домах украшали яблоками и венчала новогоднее дерево звезда. Позднее начали дарить игрушки с тематикой Нового года. На первый новогодний праздник после Петровского указа на Красной площади был устроен фейерверк. Пускались салюты из ружей и пушек, а в Москве пускали ракеты прямо возле своих домов. Все веселье закончилось только 6 января. Многие старые традиции, карнавалы, развлечения шутов, катания на санях, гадания в полночь и хороводы вокруг елки отлично вписались в ритуал встречи Нового года. Так, благодаря Петру Первому в России появился один из самых любимых всенародных праздников. Спасибо за внимание.